Доброе утро, наши уважаемые дорогие телезрители! На календаре 23 мая, вторники, в эфире от телеканалов Якутия24 и НВК Саха «Утро Якутии». И это утро вместе с вами встречаю я, Руслан Ачиров. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью. Ну а мы, большая дружная команда «Утро Якутии», как всегда, для вас приготовили интересный эфир. И вот что мы сегодня вам покажем. В мире сегодня отмечается День Черепах. Отмечая эту знаменательную дату, мы вам покажем сюжет про черепах, которые проживают на территории якутского зоопарка Арто-Дайду. Ведь эти черепахи, в отличие от своих сородичей, живут в экстремальных условиях нашего региона. Какие условия созданы для них и сколько видов содержатся в зоопарке, мы узнаем в нашем выпуске. Также узнаем, какие продукты приводят к преждевременной деменции и что делать, чтобы избежать этого недуга. Ученые изучили пагубное влияние дневного сна для человека. Оказывается, дневной сон может активизировать ряд заболеваний. Какие, мы узнаем сегодня. В рубрике «Советы юриста» также мы узнаем, что делать, если на ваш автомобиль упал какой-нибудь предмет, снег или сосулька, и кто за это будет возмещать ущерб. Также традиционно покажем в нашей рубрике «Книжная полка», говорим правильно и эфир завершим гостем в студии, где поговорим о дате, которая отмечается ежегодно. Это День библиотек. На этой неделе библиотеки города Якутска приготовили для горожан ряд интересных мероприятий. Так что оставайтесь вместе с нами. Еще больше новостей вы узнаете в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Ну а сейчас я предлагаю узнать, какая погода за окном. По данным УГМС, в центральных районах республики температура воздуха составила минус 1, плюс 4 градуса. В Заречной группе районов от 0 до плюс 3. В Южных – 1, 2 градуса выше нуля. В Вилюйской группе районов минус 1, 0 градусов. В Нижнеленских – 0, плюс 1. В Западных – минус 1, плюс 1. В Колымо-Индигирской группе лусов от минус 4 до плюс 4 градусов. В Янских – 7, 3 градуса ниже нуля. На северо-западе республики минус 9, плюс 1 градус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 3 градуса. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер западный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 11 градусов. И открывая наш эфир, мы предлагаем узнать, какие праздники и памятные даты отмечаются сегодня на календаре, напомню, 23 мая. Наша рубрика «Даты и события». На календаре 23 мая. Сегодня Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот день отмечают во многих странах мира. По народному календарю сегодня Симон-пасев. В этот день нужно было пройти по земле босыми ногами. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком. Также день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Этот день в истории. В 1592 году, 23 мая, в Венеции инквизицией арестован Джордана Бруно, обвиненный в Эрисе. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо де Фьюре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были «сжечь не значит опровергнуть». В 1949 году в этот день была образована Федеративная республика Германия. 23 мая был опубликован и вступил в силу основной закон Конституции республики. Этот день и считается днем образования ФРГ. 19 лет назад в этот день Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании. Однако столицей 30-х летних Олимпийских игр с перевесом всего в 4 голоса тогда стал Лондон. Впоследствии Россия все же выиграла тендер на проведение 22-й зимней Олимпиады, которая прошла в Сочи в 2014 году. 23 мая родились Карл Линей – шведский врач, натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира. Григорий Чухрай – советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза. Виталий Вульф – российский искусствовед, телеведущий, переводчик и критик. Также в этот день родился Михаил Багдасаров – советский российский артист цирка, дрессировщик хищных животных. Анатолий Карпов – российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам. И Лариса Гузеева – советская российская актриса, театр и кино, телеведущие. Именины сегодня у Василия, Кирилла и Таисии. И, как уже было сказано, сегодня отмечается Всемирный день черепахи. Отмечая этот день, мы Вам хотим показать сюжет про этих животных. Оказывается, в якутском зоопарке Артодайду их обитает сразу несколько видов. Какие? Давайте посмотрим в следующем материале. 20 лет тому назад на территории зоопарка Артодайду распахнул свои двери террариум с целью показать икутянам экзотических животных. И среди первых обитателей были, конечно же, черепахи. Террариум у нас образовался в 2003 году, попозже, чем сам зоопарк. Потому что мы проводили опрос среди посетителей. Конечно, все хотели экзотических животных увидеть в зоопарке. Но так как, конечно, бегемотов, жирафов здесь в этих климатических условиях содержать невозможно, нецелесообразно, то был создан благодаря усилиям энтузиастов, таких как Спиридон Гаврилович, коллекция вот этих экзотических рептилий, амфибий и насекомых. Тогда было два вида. Среднеазиатская, сухопутная и красноухая. Мы создаем условия определенные. То есть черепахи нуждаются в определенной температуре, влажности, в специальных кормах. И самое главное для черепах – это наличие ультрафиолита. Потому что все черепахи – это в основном тропические виды и немного полиартические. Но это степные виды, это в спиридназиатских черепахах, более северные. Но там тоже много солнечного света. А в Якутии у нас зимы длинные, солнечный день короткий. Ну, соответственно, и температура не позволяет на улице держать. Поэтому специальные такие лампы с этим спектром. Сегодня на искусственно созданных условиях содержится пять видов черепах. Три из них представлены гостям зоопарка, два пока спрятаны от людских глаз. Это вот среднеазиатская черепаха. Населяет Среднюю Азию, то есть территорию бывшего Советского Союза. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. В 80-е-90-е годы ее часто привозили в зоомагазины. Ну, как, такой распространенный вид был. А сейчас законодательство уже стащилось, и их в зоомагазинах не продают. Ну, вот эти черепахи, у нас они молодые. И это здесь сидят две самки и два самца. Самцы, они меньшие размером. Вот эта самка, вот ее видно крупным планом. У нее неправильная форма панциря. Она нам передали ветеринары. Ее нашли в подъезде, у нее был перелом панциря. Вот он срос. Вот видно шов. Да, и вот из пищечного коробка она в такую крупную черепаху. По словам зоолога, содержать в террариуме экзотических животных очень трудоемкая и ответственная работа. Ведь такие животные требуют к себе особого внимания. Тем более в наших суровых якутских условиях. Уборка очень много времени занимает, практически ежедневно. И чтобы создать черепахам условия, то, соответственно, надо оборудование. Это фильтра. Это хороший большой аквариум. Чтобы черепаха имела выход на сушу. Потому что, хоть она и водная, она должна все равно отсыхать. Это для ее кожи надо. И черепаха, она довольно, ну, всеядная, но в большую сторону хищничества. Соответственно, в основном ее кормят размороженной рыбы. А рыба очень воду портит. Соответственно, неприятный запах в квартире появляется. У нас вот такая проблема, что люди пытаются нам отдать этих черепах. Но мы не можем их принимать. А потому что есть определенные правила и законы по стороне ветеринарного контроля. То есть нужны справки. Ну, соответственно, еще плюс, чтобы создать такому большому количеству экземпляров красновых и черепахи, у нас физически места не хватает. Так что, прежде чем приобрести экзотическое животное, вы должны подумать сто раз, чтобы не навредить как себе, так и животному. Раздавать их налево и направо тоже нельзя. А в зоопарках, как уже было сказано, приобретать животных с рук запрещено. Ведь это опасно его обитателям, как в плане здоровья, так и в плане безопасности. Дмитрий Тымыров, Якутск. 24 мая Якутская балетная школа приглашает на 17-й выпускной концерт в двух отделениях. Балет – это самая возвышенная, трогательная и прекрасная из искусств, достойная многих эпитетов. В этом году выпускается 18 студентов из разных улусов республики. И в рамках подготовки выпускников в столицу региона прилетел хореограф театра «Балет» Евгения Панфилова, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Расторгуев. Именно он является постановщиком выпускного концерта. Сегодня у нас в гостях Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Алексей, вначале давайте познакомимся с нашими зрителями. Расскажите немного о себе. Ну, после окончания хореографического училища в 1996 году я начал работать в театре «Балет Панфилова». Затем был институт, где я выучился на хореографа. И с тех пор потихонечку, помаленечку я осваиваю эту профессию. И вот, собственно, приехал к вам в очередной раз. Очень этому рад. Замечательно. Ну, можете поделиться о вашем сотрудничестве с якутским балетом? Ну, это случилось порядка четырех лет назад. На тот момент директор театра Сергей Сергеевич Юнгенс познакомил меня и с артистами театра, и с главным политмейстером Екатериной Тайшиной, и с директором школы Дарьей Дмитриевой, и высокопрофессиональные артисты, и ученики сейчас. И мне очень нравится с ними работать. Интересное совместное творчество. На тот момент, я работая в театре, мы поставили три больших постановки. Параллельно работал с учениками школы, где поставили два дуэта. И сейчас работа более крупная, весь выпускной курс. И это 10 минут новой хореографии, нового текста. И я думаю, что это будет полезный очень опыт для учеников. И я думаю, что зритель увидит во всей красоте их профессионализм и моё творчество тоже. Воленчательно. А мы продолжим наш разговор с Алексеем буквально после небольшой паузы на новости. Вы смотрите новости. Доброе утро. Якутское отделение Комитета семей воинов Отечества предложило установить ряд мер поддержки для семей военнослужащих СВО, пропавших без вести. Члены регионального отделения предлагают установить компенсацию проезда для членов семьи военнослужащего, пропавшего без вести. Рассмотреть возможность установления таким семьям ежемесячных выплат и льгот от Минобороны страны. Также упростить процедуру признания без вести пропавших участников СВО погибшими. Поскольку требуется внесение изменений в законодательство, соответствующая инициатива направлена в адрес руководства Якутии и республиканский парламент. Особое внимание семьям мобилизованных уделяют и в Мернинском районе. Руководство района и центра Алмазной столицы оказывает всестороннюю помощь семьям участников специальной военной операции. На днях они посетили семью мобилизованного Александра Яранова, который недавно приезжал в отпуск. По поручению главы республики молодой семье в этот день вручили специальные подарки. Сейчас семья ждет второго ребенка. Сын трех лет посещает местный детский сад. Он был два месяца назад в отпуске. Он уже получился около трех месяцев назад в отпуске. Но надеемся, что сейчас отпустят во второй отпуск в случае рождения. И как бы его будут встречать уже полным комплектом и папа, и власти города обещали присутствовать. Мам, при выписке? Да, при выписке. Поэтому ждем, ждем папу. В Республиканской национальной библиотеке состоялась презентация книги «Воспоминания первых тружеников, возводивших город Мирный». Воспоминания написали выпускники 1959 года средней школы номер два города Якутска. В этом же году 18 выпускников отправились строить город Мирный. Под девизом «Молодежь в промышленности» ребята приехали осваивать различные рабочие профессии. Герои книги – это якутские комсомольцы, которые работали плечом к плечу с молодежью всей страны. Также на страницах книги имеются фактические события первопроходцев, описывающие жизнь в тяжелых условиях палаточного городка. Приложены фотографии и статьи. Классный руководитель 10-го класса Б. Миндиярова Зоя Михайловна, она такая активная была. Она нас всех собрала, провела собрание, давайте поедем, сбор объявила. И с ее класса, который она курировала, поехали работать 12 человек, а с нашего А-класса 5 человек. Вот эту книгу, которую мы уже шестой год готовим, денег не было, никто не спонсирует. Потом мы решили сами сброситься и выпустить книгу. Вот до того мы патриотичны, чтобы наша книга вышла, чтобы кого-то эта книга воспитала, чтобы потом у нас что-то хорошее осталось. Это же пример большой для молодежи. Увлекательные музейные мероприятия. В историко-краеведческом музее звучали музыка и детский смех до позднего вечера. А как иначе, если это ночь в музее? Сотрудники организовали для жителей города праздничные гуляния, работали все площадки, было приготовлено множество интересных мастер-классов, квестов и конкурсов. Дети с удовольствием раскрашивали раскраски, которые знакомили их с палеонтологией района. Расписывали пряники, изготавливали магниты, взрослые пели песни под гитару. Все посетители остались довольны, интересной, насыщенной и разнообразной программой «Ночь в музее». Субтитры создавал DimaTorzok Мы рады приветствовать тех телезрителей, которые к нам присоединились в эфире «Утро Якутии». И сейчас мы общаемся, говорим про выпускной концерт, который состоится в Якутской балетной школе имени Аксении и Натальи Посельских. И в гостях у нас постановщик концерта, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Расторгуев. Ну, Алексей, расскажите о вашей новой постановке, которая будет представлена на выпускном концерте. Что это будет? Мне очень хотелось поделиться своим мнением о вашей природе, об органичном существовании человека в этой природе. Потому что ваша республика настолько уникальная и не похожа на те места, где я был. Я сам с Урала, но много для себя здесь открываю такого необычного. И поэтому постановка будет про это же. Про вашу реку, про ваших стерхов, про отношения мужчины и женщины. Это красивая 10-минутная картинка, мой взгляд на вашу республику. То есть это, я правильно понимаю, что это часть концерта, именно которую вы делаете постановку? Да, потому что обычно отчетно-выпускные концерты, они состоят из ПДД, из миниатюр классического наследия. То, чему учат на протяжении нескольких, многих лет именно в училище. То есть это очень серьезный тренинг для того, чтобы человек, артист, студент, который станет артистом, приходил в театр и соответствовал. А моя работа, она именно маленечко другого плана. Она дает возможность почувствовать новую технику, увидеть что-то другое, непривычное нам, как зрителю классического балета. Это чуть-чуть другое, назовем это так, современная хореография, но не в чистом виде, который принято сейчас. И просто, так скажем, то, что могут артисты успеть взять, я даю. Но это для них тоже новое и бесценное опытие, я надеюсь. Вот студенты вузов пишут дипломные работы, да? Для выпускников хореографического обучающего заведения, вот эта постановка, это что-то будет влиять как-то на их выпускную, не знаю, зачетную книгу, да? Ну, книжку или на диплом? Или это больше как... Это, понимаете, это то, чем, когда они станут, пройдет выпускной концерт, и они станут теперь танцовщиками, артистами театра. Для них это будет такая вот в копилочку положенная работа, которая, возможно, я уверен, даст им более широкий кругозор потом на сцене, как именно артистов. И в целом, как выпускники справляются с новой постановкой? Ну, самое, самое, что мне нравится замечать, это благодаря тому, как работает состав педагогический с детьми, прививают именно желание делать то, чему они учатся. Потому что это же очень важно, они приходят в профессию, и они либо станут профессионалами своего дела, либо уйдут и будут заниматься другим. Поэтому отношения студентов мне очень нравятся, как они к этому относятся, как они это делают самоотверженно, и стараюсь понять меня. Поэтому я очень доволен тем, как они к этому идут. Ну, ваши пара слов о Якутской балетной школе имени Ксении и Натальи Посельских. Вы знаете, она такая, вот у меня такой, она уютная, небольшая, теплая, просторная. И ведь, понимаете, они имеют свою сцену, и они находятся, школа находится прям в двух шагах от театра. То есть сделаны все условия для того, чтобы студенты стали артистами и пошли работать. И ваш театр, и, возможно, во многие российские, поэтому очень хорошее отношение. Все очень интересно. Вы отметили, что ваша постановка, которая будет на выпускном концерте, это такой некий перенос впечатлений о Якутии. А вот ваши личные впечатления о Якутии, может быть, пожелания? Ну, вы знаете, я хочу пожелать добра, мира и развития вашей республики. Потому что действительно, вот подлетаешь на самолете и видишь размах Лены, и эти леса, и все те места, где я смог побывать, куда меня возили смотреть. Это действительно уникально, не похоже. Ваши подснежники, это наши подснежники другие. И у вас люди другие, и у вас есть своя глубина, и своя экзотика. И цените, берегите это. Зрители могут прийти на концерт? Можно, когда это будет, какого числа? Ну, вот сегодня у нас уже ответственный прогон. Мы выходим на сцену с ребятами, мы ставим свет. И завтра уже отчетно-выпускной концерт, который приходите обязательно, поддержите раз, получите удовольствие для себя тоже. И это большое, знаковое событие именно для студентов. Они станут артистами. Для них это очень важно, ответственный и большой шаг в жизни. Алексей, спасибо вам большое. Успехов вам творческих. Спасибо, чтобы концерт-выпускной прошел на все 10 баллов. Спасибо большое. И большой привет всем выпускникам. Спасибо вам. Ну, а мы переносимся в Алданский район, где 50 школьников посвятили в юные железнодорожники. Отличительные знаки ребята получили за обучение в фирменных классах акционерной компании «Железные дороги Якутии». На церемонии побывали наши коллеги. Локомотивное депо акционерной компании «Железные дороги Якутии» – пожалуй, самая привлекательная экскурсионная площадка для школьников. Здесь много интересного, да и когда еще побываешь в кабине тепловоза. Этот учебный год для Алданской гимназии и школы с углубленным изучением предметов прошел под патронатом железнодорожников, которые в качестве эксперимента опробировали фирменные классы для старшеклассников с профессиональным уклоном. Мы затеяли профессиональные фирменные классы, прежде всего, чтобы сориентировать наших детей на те профессии, которые нужны нашей республике. Потому что мы проводили анализ, у нас достаточно большой процент наших выпускников, они выезжают за пределы, поступают, там остаются. А мы бы очень хотели, чтобы наши выпускники вернулись сюда, в Алдан, чтобы они работали в нашей республике. И, естественно, мы обратились к тем компаниям, которые являются нашими местными республиканскими компаниями, которые лидеры. Все знают о том, что мы планируем строить дорогу на Магадан, поэтому нам нужны специалисты. И мы поэтому готовим уже детей со школьной скамьи. Нам нужны эти фирменные классы. Эксперимент прошел на ура. За год ребята побывали практически во всех подразделениях компании, прослушали уроки лекции о железнодорожном производстве. Вместе со школьниками опыт нарабатывали и представители железных дорог Якутии. В новом учебном году работу с профессиональными классами планируется продолжить и вывести на другой уровень. Перспективы у нас самые различные. Если дети оканчивают школу уже в этом году, будь то 9 или 11 класс, мы предлагаем им вступить либо в транспортный техникум Нижнего Бестяха, города Тынды. Если это 11 класс, то это Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Дети, которые остаются в школах, гимназиях, будут получать далее образование в фирменных классах. Но наш спектр обучения расширяется. Благодаря содействию Нижнего Бестяхского транспортного техникума мы хотим применять вводную методику техникума для того, чтобы давать уже более углубленные дисциплины ученикам из фирменных классов. Старшеклассников, которые прошли детальное знакомство с профессией, а это 9 класс гимназии и 8 школы с углубленным изучением отдельных предметов, посвятили в юные железнодорожники. Фирменный значок также получили восьмиклассники Алданской гимназии, которым предстоит в новом учебном году окунуться в сферу железнодорожного производства и транспорта. Руслан Павлов, Сергей Жибачев, Александр Лукин, Алдан. От железных дорог к нашим железным коням. Как защитить свой автомобиль не только от дорожных колдомен, но и от других неожиданных неприятностей, которые могут прилететь не весть откуда. Далее в нашей рубрике «Советы юриста». Доброе утро, дорогие телезрители, дорогие автолюбители. Сегодня информация для вас. Итак, мы поговорим о падениях на машину неких предметов. Без разницы, сосулька, снег, дерево, еще какой-то предмет, связанный с эксплуатацией жилищного фонда. Надо понимать, в какой момент на вашу автомашину это упало. То есть, если парковка находится во дворе, это один случай. Если парковка находится у административного здания, это немножко другой случай. И, соответственно, территория города – это уже треть. Почему у нас это все меняется? Во-первых, нужно понимать, что разные структуры несут ответственность за эксплуатацию той или иной территории. То есть, парковки, близлежащие к домам, к торговым центрам – это ответственность, зона ответственности управляющих компаний. То есть, управляющие компании, которые обслуживают этот дом, которые несут ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, прилегающие к дому территории, в том числе деревьям, веткам и так далее. То есть, все, что может быть с ним связано, благоустройство территории – это также зона ответственности управляющей компании. Если это где-то в городе, то есть, это земельный участок, который находится в собственности муниципального образования, или на территории муниципального образования, даже без образования земельного участка – это зона ответственности города. То есть, уже город занимается благоустройством, безопасностью территории, да, и, соответственно, если это дерево, допустим, стоит на территории озеленения города, соответственно, уже вы имеете претензии к администрации города, да, то же самое торговый центр. А что мы делаем? То есть, если так произошло, что вы вышли к своему автомашине, да, и увидели, что на него упала сосулька, снег, лед, ветка, да, есть повреждения, мы-то, конечно, все фотографируем, в последующем мы сразу звоним в управляющую компанию, то есть, узнаем, если это торговый центр, какая управляющая компания его обслуживает, если это жилой фонд, то же стараемся узнать, какая управляющая компания обслуживает, да, это жилой фонд, да, жилой микрорайон. Обращаемся и говорим, вот случилось такое происшествие на мою автомашину, упала там сосулька, дерево, без разницы, она повреждена, прошу выехать, заактировать, примите заявку, зафиксируйте мой номер, все это фиксируется. Дальше можно обратиться на дорожно-транспортную инспекцию, да, то есть, что это у нас дорожно-транспортное происшествие, все равно с участием автомашины, также обратились, они выехали, тоже заактировали, посмотрели, что, да, вот с вами произошло такое несчастье. Все, у вас есть документы, то есть, это акт, акт или протокол, да, в зависимости от того, кто выехал, кто согласился освидетельствовать это все, да, вот. Мы зафиксировали, что вот такие повреждения были нанесены, мы обязательно, если у нас машина застрахована, обращаемся в страховую компанию, потому что в целом ряд случаев, в том числе ряд непредвиденных обстоятельств, которые могли с автотранспортным средством произойти, в том числе падение никаких предметов, да, повреждения вследствие действий третьих сил, да, они возмещаются. Соответственно, если вы не обратитесь, это будет основанием для уменьшения возмещения, если вы непосредственно к виновнику напрямую обратитесь, к тому же это несоблюдение порядка, да, то есть, есть строгий порядок возмещения при повреждении транспортных средств. Поэтому мы все равно пишем заявление в страховую компанию, сдаем все документы, которые у нас есть, если страховая компания принимает, что да, это страховой случай, да, соответственно, производит осмотр и возмещает какую-то сумму в пределах вашего страхового полиса, то есть, ну, там, КАСКО, ОСАГО, смотреть в зависимости от этого зависит сумма, да, то есть, возместили полностью, замечательно, дальше страховая компания самостоятельно к виновнику обращается. Если возместили не полностью, то за разницей мы уже с претензией обращаемся к виновнику, то есть, либо к управляющей компании, либо к администрации города, там, в зависимости от того, где это происшествие произошло, да, все, так же через суд мы можем, если нам отказали, возместить полностью сумму, потому что мы имеем право на полное возмещение всех убытков, которые понесли в связи с непредвидимыми обстоятельствами, что наша машина пострадала, да, вот, такой у нас алгоритм. Обязательно, то есть, ни в коем случае не уезжаем с места происшествия, да, самостоятельно ничего не ремонтируем для того, как повреждения не актируются, да, то есть, прежде чем предпринимать какие-то действия с автомашиной, самостоятельно ее ремонтировать, нужно, чтобы все ее участники, возможные потенциальные участники судебного разбирательства осмотрели, то есть, это и страховая компания, и независимая экспертиза, только потом вы уже можете ее ремонтировать. То же самое, что если что-то упало, да, на вашу машину, обязательно сфотографируйтесь, мы с этим ничего не убираем, то есть, ждем, пока все заинтересованные лица вот сразу обратились, выехали, осмотрели, да, то есть, транспортное средство не переставляем, не перемещаем, чтобы это было понятно, что именно вот в этом месте с вами такое дорожно-транспортное происшествие произошло. Вот, это наши рекомендации, желаем вам приятных поездок и приятной эксплуатации транспортных средств без происшествий. Спасибо большое, это очень полезная рубрика, думаю, для многих наших телезрителей. Ну а мы двигаемся далее. Любовь к чипсам и колбасе может довести до деменции. Об этом предупредили китайские врачи. Жирная еда с большим количеством соли способна спровоцировать проблемы с памятью. Если начать питаться более здоровой пищей, то риск утраты интеллектуальных способностей снизится. Об этом предупреждают исследователи из медицинского университета Цзинь, КНР. Речь идет о продуктах питания, подвергшихся глубокой технологической переработке и содержащих много сахара, соли, жиров и мало белка и клетчатки. Это чипсы, батончики, мороженое, газированные напитки, колбаса, кетчуп, майонез, хлопья для завтрака. Авторы проанализировали данные о более чем 72 тысячах британцев старше 55 лет, не страдавших от деменции на старте исследования. Информация об этих людях собиралась на протяжении в среднем 10 лет. За это время у 518 участников диагностировали тот или иной тип деменции. За десятилетия участники по меньшей мере дважды отчитывались о том, что они ели и пили в течение предыдущих суток. Ученые разделили людей на 4 группы в соответствии с уровнем потребления таких продуктов. В группе с самым низким потреблением ультрапереработанные продукты составляли в среднем 9%, а в группе с самым высоким потреблением – 28% от общего объема съедаемой за день пищи. Чаще всего это были различные напитки, сладости и молочные продукты. Согласно расчетам, проведенным учеными, каждый дополнительный 10% ультрапереработанных продуктов в дневном рационе питания повышают риск деменции на 25%. В то же время, если заменить эти 10% ультрапереработанных продуктов на более здоровую и полезную пищу, то это может позволить снизить риск деменции на 19%. Ну, а если, например, в целом мы знаем о вреде тех же чипсов, майонеза и так далее, то вот следующая информация будет достаточно интересна. Дело в том, что раскрыта опасность дневного сна. Оказывается, такая привычка может спровоцировать ряд заболеваний. Если вы регулярно отключаетесь среди дня, у вас повышен риск гипертонии и инсульта. Ученые проанализировали данные из UK Biobank – крупнейшей базы данных биомедицинской информации – о более чем 500 тысячах жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет. Эти люди сдавали на анализ образцы крови, мочи и слюны, а также сообщали подробную информацию о своем образе жизни. В среднем данные об участниках собирались на протяжении 11 лет. В итоге исследователи установили, что у людей, которые регулярно спали днем, риск развития гипертонии на 12% выше, а риск инсульта на 24% выше, чем у тех, кто никогда не отправлялся на дневной сон. У спавших днем участников в возрасте младше 60 лет риск гипертонии на 20% выше, чем у их ровесников, обходившихся без дневного сна. В возрасте старше 60 лет этот риск повышен на 10%. А если со временем, прежде не спавший днем, человек постепенно начинает все чаще это делать, риск гипертонии повышается на 40%. Причем в целом к дневному сну склонны люди с высокой генетической предрасположенностью гипертонии. Сам по себе дневной сон не представляет никакой опасности, однако, как предположили исследователи, днем часто засыпают те, кто страдает от бессонницы, которая как раз несет с собой много вреда для здоровья. Но в целом действительно получается, что если не высыпаешься ночью, то есть мало времени на ночной сон или действительно тревожит бессонница, то в любом случае стараешься поспать немного и днем. Может быть не там ищут опасность. Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Говорим правильно» и в этот раз мы будем разбирать слово «леденец». Доброе утро, дорогие телезрители! Я думаю, что каждому из нас знакомо слово «леденец», которым называем конфету из сахара с добавлением фруктового сока. Слово «леденец» в русском языке связано со словом «лед». Действительно, леденцы похожи на льдышку. А вот мелкие леденцы, которые продают красивых, жестяных коробочках, мы с вами почему-то называем «монпансье». Причем надо сказать, что пишем мы с вами «монпансье», а говорим «монпансье». Это объясняется тем, что название этих конфет связано с известной французской фамилией. Нужно сказать, что неизвестно, был ли господин Монпассье автором этих конфет, или их просто любила герцогиня Анна-Мария-Луиза Монпассье. Интересно и тот факт, что во Франции эти карамельки, эти конфеты, называются «берленго» по другой известной французской фамилии. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Есть такое твердое правило – встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Помните эту известную цитату? Такой полезный совет оставил не только своим современникам, но и нам маленький принц, мальчик с золотыми волосами. Главный герой одноименной детской сказки для взрослых французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Если вы не читали этот мировой бестселлер, опубликованный в 43-м году, обязательно прочитайте. Я хочу вам рассказать о книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Дело началось в 1942 году. Тогда у Антуана дела шли совсем плохо. Сидел без работы, тяжело переживал смерть лучшего друга, а экранизацию его романа «Планета людей» откладывали на неопределенный срок. И однажды он нарисовал на скатерте силуэт мальчика. А когда Хичкок поинтересовался у него на этот счет, тот ответил, «О, ничего необычного, всего лишь маленького друга, которого я храню в своем сердце». Тогда редактор и подкинул идею о маленьком товарище для детей – написать сказку. Идея застала врасплох Экзюпери. Раньше он никогда не сочинял сказок, но все-таки в 1943 году написал «Маленького принца». Правда, в Париже он был издан только в 1946 году, когда Вторая мировая уже закончилась, а сам автор умер. Публика и критики очень холодно встретили произведения. Они не могли понять самого главного смысла сказки. Но всего через несколько лет «Маленький принц» стал главным трудом философии XX века. Книга очень многогранна. Она застягивает очень много глубоких и довольно интересных тем, над которыми можно думать часами. Каждый найдет здесь что-то свое, как и я. Поэтому я настоятельно советую вам прочитать «Маленького принца». Желаю всем хорошего дня. До скорых встреч! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Итак, в эти выходные по всей стране будут отмечать Общероссийский день библиотек. И к этой дате библиотеки столицы запланировали ряд уникальных мероприятий. О значимости этого дня и о программе «Дня библиотек» нам расскажут наши гости. В студии это Галина Кутугутова, заведующая медиа-центром Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Доброе утро! Галина, расскажите про фестиваль «Чтение» как и когда возникла идея проведения такого фестиваля? Вообще идея проведения этого фестиваля возникла еще в 2021 году. Был большой круглый стол с привлечением разных людей. Это представители общественности, блогеры, читатели, книгоиздатели, многие-многие-многие. И тогда выяснилось, что такой фестиваль необходим, чтобы развивать инфраструктуру чтения в Якутске. И с тех пор эта идея зрела. И в этом году, 18 мая, она стартовала. Как можно попасть на мероприятие фестиваля «Чтение» и какие мероприятия еще можно посетить в рамках? Вообще фестиваль, как я сказала, уже 18 мая стартовал с открытия выставки. Это фото-выставка «Саха-топографические портреты» на площадке ДК Гагарина. Фотограф Андрей Жилин, он представил свои работы и также презентовал альбом. На эту выставку можно попасть, придя в ДК Гагарина. А вообще обо всех остальных мероприятиях опубликовано на всех сайтах библиотек города и нашей национальной библиотеки. Мероприятия проходят практически каждый день. И вот буквально завтра будет большое торжественное собрание в области библиотечного дела. Ну и много-много других мероприятий. Ну, можно, наверное, отметить акцию «Сила книги». В этом году она будет проведена уже в пятый раз. Расскажи, кто будет чтецом в национальной библиотеке. Вообще «Сила книги», когда она возникла, эта акция стала таким эталонным мероприятием для продвижения чтения, когда люди, представители государственной власти или какие-то люди-легенды, они читали отрывки своих любимых произведений, читают детям. И в этом году в рамках «Года труда» лауреат премии главы Якутии «Человек труда», фтизиатор, доктор медицинских наук Лариса Шапилева также прочитает отрывок своей любимой книги на базе нашей библиотеки детям. Кроме этого, очень многие библиотеки, все библиотеки якутска, а также улусные библиотеки присоединяются к этой акции и у всех свои герои труда. Ну, фестиваль проходит уже не в первый год, да? А вот есть ли какая-то статистика или вот по твоим личным ощущениям, что вот после подобных мероприятий становится больше читателей в библиотеках или как-то все ровно проходит? Нет, это очень такой личный вопрос даже, потому что инициатором первой акции «Сила книги» были мы, я, наш отдел и мои коллеги. Поэтому к этой акции я отношусь так трепетно, с любовью, и всегда какой-то отклик идет. Каждый раз после того, как дети услышали, первый раз акцию вообще открывал глава нашей республики, Айсен Николаев, он читал отрывок «Маленького принца», и каждый год у нас были какие-то вот такие интересные личности, и дети после этого, они вдохновляются и пишут нам, говорят, мы прочитали эту книгу, нас заинтересовала эта книга. И задают очень много вопросов чтецам, поэтому мне кажется, это очень интересно. И плюс акция масштабировалась, она из республиканской превратилась в межрегиональную, и уже вот пятый год нас поддерживают другие регионы, это Камчатка, Архангельская область, однажды Крым поддержал, и вот этот масштаб акции увеличивается. Ну, причем, надо сказать, что пятый год проводится данная акция, и уже распространена. Да, и мы надеемся, что когда-то вся Россия присоединится к этой якутской акции «Сила книги». Ну, я думаю, так и будет. Всероссийская акция «Библия-ночь» состоится 26 мая. Расскажи, в каком формате пройдет «Библия-ночь» и чего ждать нашим зрителям? Ну, до «Библия-ночь» я хотела бы рассказать еще о нескольких мероприятиях, которые вот проходят в рамках фестиваля чтения. «Библия-ночь» также пройдет в рамках этого фестиваля. Как я сказала, вот завтра торжественное заседание у нас будет, и в рамках этого заседания будет вручен первый нагрудный знак в области библиотечного дела республики. То есть это нагрудный знак, и люди, которые получат этот знак, достойны, и уже определены эти имена, о которых мы пока молчим, до завтрашнего дня. Также пройдут такие традиционные наши премии. Это премия «Крафта» тоже в области библиотечного дела. Ну и помимо этого, ну, другие какие-то награды, премии библиотекарям и сотрудникам инфраструктуры чтения региона будут завтра вручены. Помимо этого, еще послезавтра, пользуясь случаем, приглашаю и вас тоже, пройдет очень интересная встреча с художником, иллюстратором, графиком Джулстаном Афанасьевичем Бахденовым. Джулстан Афанасьевич, во-первых, презентует свои иллюстрации, которые еще никто не видел, да? Ну, мало кто видел. И само мероприятие, оно в 5 часов послезавтра состоится, оно пройдет в таком интересном месте. Это локация нашего книгохранилища. У нас же недавно завершился капитальный ремонт первого-второго этажей библиотеки, и книгохранилища — это огромное классное помещение, куда еще не переехали все книги. И мы его создаем в таком антураже бара, и это будет очень интересно, поэтому приходите, есть возможность пообщаться с художником, очень интересным. Есть возможность приобщиться к чему-то такому интересному. Это завтра в 17.00. 25 числа в 17.00. 25 числа в 17.00. Ну и про «Библионочь». Библионочь у нас состоится 26.00, в пятницу уже с 2.00 дня начнутся разные мероприятия. В 4.00 дня у нас состоится торжественное открытие «Библионочи». Вообще «Библионочь» как всероссийская акция, она существует много-много лет, и Национальная библиотека — одна из первых библиотек в Якутии, которая присоединилась давно к ней. Каждый год акция со своей тематикой, в своем каком-то интересном формате проходит. И что немаловажно, все мероприятия абсолютно бесплатны. Поэтому, придя в библиотеку с 2.00 в дня, вы можете провести отличное время до 11.00. И одно из интересных мероприятий в рамках «Библионочи» — это мастер-классы и так далее, разные встречи, презентации. Лично мне очень интересна встреча с Эдуардом Новиковым, режиссером, который проведет эту встречу в рамках «Библионочи». И будет состоиться такой показ его авторского кино, который тоже в республике мало кто видел, но это номинант большой премии всероссийской. Так что мы приглашаем всех на «Библионочи». Здорово. Ты отметила про ремонт, который у вас прошел. Какие еще нововведения? Что новое ждет наших горожан в библиотеке? Ну, вообще, да. Или это больше как косметический такой ремонт? Нет, почему? В рамках, мы много говорили, да, в рамках нашего капитального ремонта у нас открылся Центр цифровизации культурного наследия республики. Это большой центр, где проходит не только вот сканирование плоских предметов, да, но и 3D-сканирование произведений декоративно-прикладного искусства. Это все потом загружается на портал «Культурный код Якутии». Поэтому у нас библиотека, ну, не только вот в косметическом плане преобразилась, но еще и наполнилась вот таким каким-то содержанием. Вообще, надо отметить, что, например, ну, в мою, как, молодость, да, можно так сказать, в студенчество, да, то есть библиотека-то было такое место, где можно, ну, найти информацию там по учебе, да, и просто прийти, почитать книги. Тихое место. Да, тихое место. Сейчас же я вот вижу, что очень сильно все развивается, да, там же смарт-библиотека, у вас очень много мероприятий проходит, и хотелось бы вот вас поблагодарить. Спасибо большое. Вообще, имидж библиотекаря кардинально изменяется со временем. Вот, ну, ты можешь, пользуясь случаем, да, поздравить своих коллег, ну, и еще раз, может быть, проанонсировать, повторить, куда можно будет прийти в рамках этих акций. Хорошо, я могу прямо на камеру, да? Да, можно вот на эту. Уважаемые друзья, коллеги, наши читатели, поздравляю вас всех с приближающимся общероссийским днем библиотек. Это большой праздник в области чтения, книги, поэтому я всех поздравляю и приглашаю на Библионочь в эту пятницу с двух часов дня до одиннадцати вечера в Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия, а также во все библиотеки нашего города. Спасибо. Ну, а я напомню, что у нас в гостях была Галина Кутугутова, заведующая медиа-центром Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Большое тебе спасибо. Ну, и, конечно же, приглашаем всех горожан принять активное участие во всех акциях и мероприятиях. Спасибо. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро. Вы смотрите новости. На Дальнем Востоке требуется более 50 тысяч специалистов со средним образованием. По словам исполнительного директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасана Гасанбалаева, больше всего специалистов не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства и сельского хозяйства. Он отметил, что сложившийся дефицит кадров не закрыть тривиальными методами. Нужны новые подходы к обеспечению трудовыми ресурсами. В том числе, необходимо усиливать взаимодействие с бизнесом. Также отмечается, что есть проблемы, которые препятствуют устранению дефицита кадров. В частности, это миграционные и демографические факторы. Паромы по реке Лени запустят на этой неделе. Первый рейс предварительно намечен на 25-27 мая. В соответствии с распоряжением Росморрич флота, открытие судоходной обстановки с учетом прохождения ледохода на Лени планируется на участках устье реки Витим, устье реки Алёкма 22 мая, устье реки Алёкма, устье реки Алдан 25 мая, на реке Алдан 23 и на реке Вилюй 26 мая. В Горном районе в прошлом году агрохимиками службы земледелия республики были проведены агрохимические обследования почт сельскохозяйственных угодий. Были охвачены 8 из 9 населенных пунктов. В ходе земельных работ обработали порядка 1300 гектаров. В основном пахотные и сенокосные угодья, которые были обследованы пешим маршрутом. Стоит напомнить, что служба земледелия республики проводит единую политику в области земледелия, растениеводства, контроля обеспечения и мониторинга плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения. Осуществляя информационным обеспечением, служба дает рекомендационные советы как по созданию и повышению качества кормов, так и по продукции растеневодства, увеличению урожайности и производству экологически чистой продукции. В основном, по результатам анализов, содержание гумуса среднее. А вот засоление есть, только не такое уж сильное. Дозы конкретизированы и в основном для нужд сельского хозяйства по применению удобрения. В рамках программы поддержки местных инициатив за пять лет совместными усилиями исполнительных органов власти и населения республики введено и обустроено свыше 1920 объектов в муниципалитетах Якутии. С начала реализации программы число участников со стороны жителей республики кратно увеличилось. Количество поданных от населения заявок по проектам увеличилось более чем 8 раз. Количество участников итоговых собраний выросло более чем в 17 раз. В этом году на первом месте находятся объекты по обустройству дорог. Значительное количество проектов связано с благоустройством мест проживания и направлено на благоустройство территорий. В поселке Жатай в конце года планируют открыть новую школу на 360 мест. Трехэтажное каменное здание строят по республиканской инвестпрограмме с федеральным финансированием. Сейчас на строительной площадке работают 4 бригады. Завершают заливку цокольного бетонного покрытия, затем приступят к укладке коробки здания. Новая школа будет трехэтажной с общей площадью 5000 квадратных метров. Тем временем учителя, школьники и родители с нетерпением ждут окончания строительства, так как сводом нового современного здания перейдут на обучение в одну смену. На этом у нас все. Хорошего дня! Ну а сейчас, друзья, хотелось бы немного напомнить о той погоде, которая сейчас в данный момент за окном, чтобы вы знали, что надеть для выхода на работу. Итак, по данным УГМС, в центральных районах республики температура воздуха была от минус 1 до плюс 4. В Заречной группе 0, плюс 3. В Южных плюс 1, плюс 2 градуса. В Вилюйской группе районов от минус 1 до 0 градусов. В Нижнеленских 0, плюс 1. В Западных минус 1, плюс 1. В Колымо-Индигирской группе улусов от минус 4 до плюс 4 градусов. В Янских 7, 3 градуса ниже нуля. На северо-западе республики от минус 9 до плюс 1 градуса. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем будет без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Ну а я напомню, что это была программа «Утро Якутии» на канала «Якутия-24» НВК Саха. Увидимся уже завтра утром на том же месте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!